Всем привет, это Агрокурьер. Продолжаем наслаждаться летом. Сегодня у нас с вами будет клубничный день. А какое лето без клубники? Вовсе и не лето, правда? Ароматное и сладкое кролево сада, лакомство, которое никогда не присытит, блаженство, которое легко отправит вас в детство. Это все про нее. Она заслуживает таких дифирамбов. В одной легенде говорится, что после смерти Адониса его возлюбленная Венера горько оплакивала красавчика, а ее слезы, упав на землю, превратились в красные ягоды клубники. Но надо отдать должное Венере. Мы-то теперь с этой ягодой корень не знаем. В ней находится марганец, который участвует в синтезе сиротонина – гормона счастья. Пробежимся по ценным качествам клубники, или, как правильно называют ее специалисты, садовой земляники. Это настоящий кладезь, сокровищ для организма. В горсти ягоды находится суточная норма витамина С. Она выводит холестерин и чистит сосуды, омолаживает кожу. Хороша не только для памяти, но и для зрения. И вот от такой клубнички у меня зоркие реснички. Английское название клубники «Строубери» дословно на русский переводится как «соломенная ягода». Это объясняется тем, что во время ее выращивания почву около нее мульчировали соломы, чтобы удержать влагу, предотвратить размножение вредителей и сохранить ее свежесть и целостность. И у меня такое ощущение, будто я в Англии. Все эти плантации устланы соломой. Но я не в Англии. Гораздо лучше. Я в Сызранском районе нашей Самарской области, в ютном месте под названием «Лесная поляна». Наливные ягоды, точно яркие огоньки, горят на экологически защищенных плантациях. Создатели такой красоты – специалисты предприятия «Садовод», которые уже более 20 лет выращивают полезные витамины для жителей губернии. Сладкие символы лета, садовую землянику тут выращивают на соломенной подстилке. В чем же вот эта соломинка-то помогает? Потому что начали весну с того, что начали растилать солому. Потому что это никакой пленки, натуральная мульча. И ягода, видите что, она лежит на соломе, и она чистая. Жара такая, она не парится, земля дышит, корни дышат. Поэтому я предпочитаю не пленку, а предпочитаю натуральную мульчу. Садоводство, как известно, цех под открытым небом и одна из самых уязвимых отраслей сельского хозяйства. Этот сезон наглядно показал, что природу не предугадаешь. Заморзки в мае после жарких дней в апреле крепко прошлись и по ягоде, и по нервной системе агрономов. На плантациях специалисты буквально ночевали, защищая сладкий урожай от холодов. Знаем, что были заморозки обратные в мае. Расскажите, как вы, не знаю, волновались, трепетали над ней? Мы, можно сказать, мы ночевали здесь на этой ягоде, потому что вегетация началась очень рано. Даже в конце апреля температура здесь вот именно на этом участке доходила до 30 градусов. Нам пришлось ее быстро открыть, потом смотрим прогноз погоды, начинаются заморозки. Пришлось ее второй раз спасать от заморозков, второй раз накрыли, дымили, с опрыскивателями водой поливали. Но часть все равно у нас погибла. И растений, и рожки были подморожены. Но все равно урожай есть. Все равно мы как бы довольны. Сохранили. Для вас земляника садовая одна из любимых культур? Конечно. У меня утро начинается с земляники. И с работы ухожу, все время захожу на это поле. Но ее как бы не только, я ее все считаю царицей огорода, царицей дачи. Сада. Да, сада. Поэтому для нас вот она самая главная культура. И то, что лето начинается вот с первой ягоды. С первой ягоды земляники. Это для нас, конечно, ну, то, что надо. Это мотиватор, да? Да, да, да. Если вот начали с нее, и она хорошо идет, то и настроение может нацелить. Конечно, конечно, конечно. Самая такая, самая ягода. Я думаю, лучше ягоды, лучше, чем земляники. Нет, не хочу другие культуры обижать. Потому что в хозяйстве все есть. Ягода есть, да еще какая. Крупная, равномерно окрашенная, настоящая королева вкуса. Условия и технологии выращивания очень строгие. Под кормок минимум, да и используют в основном биопрепараты. Если вы говорите, что у вас ягода натуральная, какие аргументы? В первую очередь аромат. В первую очередь аромат, вкус. Она у нас сладкая. Если много сюда вливать, влить удобрение, она будет, конечно, кислая. Она вся потечет. Если много азота, например, внести, то сразу по внешнему виду и то можно определить, настоящая она или не настоящая. Но самое главное, аромат и вкус. Самое главное. Давайте покажем. Я просто сейчас сорву тогда, чтобы было видно. Вот мы возьмем две небольшие ягодки. Вот даже по текстуре она должна быть твердая? Конечно, конечно. Не влажная, не мягкая? Не влажная, нет, нет. Должна быть твердая. Это, конечно. А еще какие-то, как это, чашелистики? Чашелистики, да. Я знаю слово чашелистик. Да. А вот он должен быть какой? Конечно. Ну вот как ты сорвал, так оно и должно быть. Если мы уберем сейчас, сорвем ягоду, она потечет. Это неправильно. Вот эта ягода собрата неправильно. То есть все должны быть с чашелистиками? С чашелистиками обязательно. Находится здесь и единственный в области производственный вишневый сад. И если у Чехова он увидал, то у сызинских садоводов наоборот возрождается. На трех гектарах высажены сорта Орловской плодовой ягодной опытной станции. Свою хладостойкость они наглядно показали этой весной. Помогли и работники. Деревца пропололи и подкормили. И сейчас в Зумруде Крон ярко рдеют сочные плоды. Вы видите, какая вишня? Все-таки мы ее смогли уберечь от морозов-то. Потому что она очень рано начала... Ранние сорта, и они рано начали цвести до холодов. Она цвела, и поэтому вот сейчас урожай такой есть. А у вас что за сорта? Ну, у нас много. У нас в основном все вот на этом участке сорта Орловской селекции. На другом участке у нас сорта Куйбышевской опытной станции, а это Орловские сорта. Ну, и вот, я смотрю, они все-таки более холодостойкие. Они выдержали холода. Но вишни сейчас уже на дачах редко встретишь. Редко, редко. Во-первых, сейчас она вся заражена всякими болезнями. Это же надо тоже соблюдать технологию. Надо бороться с вредителями, с болезнями. Сейчас еще вообще вишневая муха с юга у нас прилетела. Это очень вредитель такой, что с ним даже мы и сами затрудняемся бороться. Поэтому на дачах сейчас уже мало у кого вишни. Ну, а мы все-таки, мы оптимисты и выращиваем вишню-то. И я думаю, у нас все получается. Ну, скажите, основные секреты как ухода? Уходные работы какие? Ну, уходные. Ну, во-первых, каждому дереву весной надо подойти и поклониться. Надо поросель убрать, штамп побелить. Ну, и, конечно, опроснуть надо, подкормить. На плантациях работает настоящий фруктово-ягодный конвейер. Здесь трепетно выращивают то, из чего хозяйка можно приготовить на зиму массу вкусных заготовок. Например, крыжовник. Ягода уникальная, поскольку даже при ее варке не теряются полезные вещества. И он, кстати, без особых усердий пережил холодную весну. Его тоже уже на дачных участках сейчас редко где увидишь. А в садоводе под десяток сортов пользуются спросом у оптовых покупателей. Мы на крыжовнике, который, не знаю, вот кишмя кишит, увесистые грозди. Вообще, получается, он пережил и заморозки, да, ему хоть бы хны. Вот, вот, вот результат всех заморозков. Может быть, вообще бросить чем-то заниматься, а заниматься только одним крыжовником? Посмотрите, какой урожай. Посмотрите, сколько его. Ну, вот это для вас отрада? Конечно, видеть такой урожай. Это я сама даже была удивлена, когда мы пришли на поле и увидели, что столько, ну, столько завязи. И, во-первых, здесь у меня 12 сортов крыжовника. Тут же он и зеленый, и с шипами, и без шипов. И даже есть, которые со штамбом, можно крыжовник, который деревом растет. Есть даже сливовидный. В общем, 9 сортов тут всякой селекции-то. Зачем? Крыжовник уж и на даче даже не встретишь. Ну, вот поэтому мы тут и посадили, чтобы это у нас вот участок был, ну, как на даче, что все сорта здесь есть. И человек приезжает, а надо желтого крыжовника нативом, надо черного крыжовника нативом. Все надо есть то, что растет в нашей зоне. Вот я живу здесь, я вот это все и ем. Поэтому вот где родился, там сгодился. Где ты живешь, там ешь то, что растет. Набирают силу и другие плодовые культуры. Уже олеют ягоды красной смородины. Теперь еще и красной смородинкой готовы одарить наших жителей, предоставить на прилавке. Да. Здесь у вас разнообразие опять? В основном красная смородина. Здесь два голландских сорта. Наверное, дней через 10 она будет уже готова. Но она у нас в ассортименте, конечно, есть гранатовая. Это ягоды гранатовые, белая смородина. И прям красная, чисто красная. Это как бы рубиновая, но не рубиновая она, но красная. Ну, это что, это витамин С? Да, да, витамин С. Это вот то, что нам самое не хватает от всякой простуды. Витамина С. Здесь у вас немного ее, да? Немного, немного. Здесь у нас ее всего полгектара. Ну, тоже вот посадили просто для ассортимента. Все, немножко. Прихотливая? Нет, не прихотливая. Неприхотливая. Но, опять же, надо бороться с болезнями, с вредителями. За всем надо ухаживать. За каждым кустиком, за каждой травиночкой. За всем надо ухаживать, конечно. Ну, урожай есть. Урожай есть. Да, урожай есть. Урожай есть. Даже, видите, что она тоже. Кисть полная. Тоже вот 9-12 штук на кисти. Все, кисть. Смородина тоже, как и крыжовник, она пережила у нас хорошо заморозки. Возвратные майские заморозки. Сбор полезных витаминов начнется в конце июня. Все плодово-ягодное разнообразие отправится на местные прилавки. Стабильная работа хозяйства дает много бонусов. Налоги для районного бюджета, а для жителей области вкусные свежие ягоды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok